Ребята, всем доброе утро, точнее добрый день. Мы уже сейчас выезжаем обмениваться подарками, всех поздравлять. Уже заходила тетя Лена, поздравила папу. Подарили они вот такой вот набор, здесь пенка и тоник. Пенка для бритья и тоник. Уже распаковали ее, а потом обратно просто завязала ленточкой. Подробнее посмотрите на SweetFamily, мы там распаковывали набор. Сегодня я надела новый костюмчик, вязан, заказывала его на шейн. Этот костюм можно носить как и на одно плечо, в принципе можно его и вот так носить, но мне почему-то больше нравится на одно плечо. Здесь вот такая вот вязаная кофточка, достаточно такая коротенькая. И широкие брюки, брюки сейчас вам покажу, наверное вам их не видно. Как видите, они достаточно широкие. Ну как широкие, они просто прямого кроя и получается, что снизу они широкие. Она вообще классно, да, сюда будет? Она вообще будет здоровско, да. Но она не холодная, Лилик? Зато здесь капюшон. Выглядит классно. Или белая? Вот эта. А белая, там получается я без капюшона буду шапку шею не надену. Почему нет? Нет, не смотри. Да прям беленькая шапка у тебя как раз. Все-таки на улице у нас мороз и снег. У нас не мороз? А, мороз. Давай все-таки, наверное, белый пуховик и белую шапку. Будет прикольно. Вы пишите с вами, я сейчас покажу вам белую. Ну это теплее. Ну это теплее. Нет, Лик, давай вот эту, нормальную. Белую шапочку, она будет классно сочетаться. Да? Конечно. Сейчас еще сумку. А обувь ты как? Ботинки, да? Ну ботинки, конечно. Да нет, это так тоже классно смотрится. Костюм, кстати, теплый очень. Ну вот и больше подходит, если честно. В общем, решай сама. Решай сама. Приехали в светофор, только в этот раз уже в другой. И этот магазин всегда находится в каких-то вот таких вот... Мама, тихо, не надо меня так застегивать. На складах, короче. В катакомбах. Сейчас я маску дам. Ой, мамочка. Страшно? Нет. Страшно как? Ну, а светофор находится вон там, за вот этой дверью. Этот магазин побольше, чем мы были вчера. И в длину и в ширину. Посмотрим сейчас. Может, товары будут отличаться. Нам сказали, что в этом магазине есть мой любимый десерт. Клубничная. Представляете, все по 20 рублей. Но в том магазине, где были мы, там его не было. Посмотрим, здесь есть или нет. Так, смотрите, здесь что-то. О, это пенка для умывания. Смотрите, какая. И она стоит. Кто-нибудь видит? Я не вижу. Шампунь, мицеллярная вода. Мицеллярная пенка. 93 рубля. Такая вот пенка для умывания. Здесь 150 миллилитров. А вот эта вот мицеллярка я вам в том магазине показывала. Эта мицеллярка стоит 38 рублей. 700 миллилитров. Вообще цена, конечно, огонь. Но насчет того, насколько она хорошая, я не знаю. Сказать вам не могу. О, сухой шампунь. Смотрите. Сухой шампунь. Стоит 77 рублей. Слушайте, может взять, попробовать? Не знаю. Ладно, не буду пока брать. Я боюсь. А вдруг волосы испорчу. А вдруг волосы испорчу. Так, маска. Смотрите. Салоэ Вера. Шесть штук в наборе. Сто тридцать шесть рублей. Вообще тоже цена классная. Смотрите, хурма 62 рубля. Есть по пакетам уже разложены, по фасовке. А есть просто вот выбирай. Но она вообще, если честно, не алё. Вообще. Ой, нет, не такое. Что вы смотрите? Здесь только шоколадное. Я люблю клубничное. Мари, вы внизу есть? Нет, это даже не та фирма. В том светофоре брали. Нам они понравились. Здесь шестьдесят девять рублей. Здесь пять трубочек в наборе. Есть просто ванильная начинка. Крем сливочный. А есть со сгущёнкой. Смотрите, вот такие вот коктейли. Вот, кстати, вот этой вот фирмы. Йогурты я люблю. Но йогуртов таких нет. Вот есть коктейли такой. Ванильный пломбир. Пятьдесят рублей стоит штука. Конечно же, не упаковка. Так, а это что такое? Миндальный йогуртный напиток. Смотрите. Шестьдесят три рубля. Есть со вкусом миндаля. Есть облепиха яблока. И ещё кокос. Да, и кокосовый напиток. А, нет, это ещё, смотрите, вот другой. Овсяно-клубничный. Есть вот такой. Груша-манго. Короче, вкусов на самом деле много разных. Смотрите, кириешки. Большая там такая упаковочка. Сколько здесь? Двести грамм. Разные вкусы есть. Со вкусом бекона. Это с чем? Хрен. Это... Со вкусом колбасы. Личина и сыр. Тридцать один рубль. Вообще недорого. Смотрите, какие есть рожки от Лолок. Игрушка внутри. Здесь чупики. Типа как мороженое. Сколько стоит? Ты видишь? Здесь, короче, нет цены. Это игрушки, но игрушка прикольная. Там внутри вот такая вот Лолочка попадается. В общем, на самом деле, этот магазин тоже особо небольшой. Но, в принципе, есть какие-то вещи, которые нам понравились. Например, вот перец мы в тот раз брали. Вчера, получается, острый перец. Он реально очень-очень вкусный. В общем, взяли совсем немного, но кое-что взяли. Трубочки взяли, фигущёнка, перец взяли, сухарики взяли, хлопья. В принципе, я вам всё показала. Всё, мы уже дома обменялись подарками. Ну, как обменялись? Это сложно назвать. Обменялись подарками. Короче, я, если честно, такого отношения не понимаю. Чтобы сёстры не поздравили брата с праздником. Для меня это дико. Короче, с бабушкой обменялись, с дедушкой подарками. А остальным просто подарили подарки. Потому что они решили, что в этот праздник не нужно поздравлять своего брата. Некоторые даже слова не поздравили, уже не говоря о подарке. Непонятно. Пишите вообще, как у вас с этим обстоят дела. Обмениваетесь ли вы подарками на 23 февраля? Или тоже некоторые люди считают, что это не праздник. И поздравлять родственников, братьев с этим праздником не надо. У меня просто реально нет слов. Я... Ну, это на самом деле уже не первый год так. То есть, ну, ничего как бы нового. Но меня это постоянно удивляет. Так я не понимаю, как так вообще можно. И... Ладно, проехали эту тему. Просто интересно ваше мнение. Как вы вообще... Как вы отмечаете этот праздник? Обмениваетесь ли вы подарками? Или кто-то тоже подарки не дарит? А мы сейчас решили с мамой смотреть мелодраму. Я буду доделать контрольную одну. Мне нужно доделать историю Санкт-Петербурга. Я уже сделала. Информационную журналистику сейчас буду переделывать. И потом будем смотреть мелодраму. Мелодраму смотрим. Уйти, чтобы вернуться. Очень интересно. Там 16 серий. Мы посмотрели, если я не ошибаюсь, 2 или 3 серии. И, возможно... Возможно, но это не точно. Буду раскрашивать алмазную картину по номерам. Кстати, заезжали в светофор сейчас. Там такой картины не было. Мы хотели взять картину «Два лебедя бабушки в Сочи». Ее потом... Ну, раскрасить ее и подарить ей на праздник. У него скоро день рождения. 8 марта скоро. В любом случае найдем повод, чтобы подарить картину. Но в этом светофоре не было данной картины. Поэтому мы решили, что... Ну, как будем проезжать... Будем в тех краях. То заедем в тот светофор, где мы были вчера. И там возьмем эту картину. Если она, конечно же, там будет еще. Потому что, мне кажется, их достаточно быстро сейчас разберут. Так что я сейчас раздеваюсь. Сняла еще видео в ТикТок. Еще одно видео сниму сейчас в ТикТок. Сняла распаковку светофора. Все покупки наши. Так что, кому интересно, мало ли... Может быть, вы не подписаны на мой ТикТок. Подписывайтесь и смотрите.